Прямо сейчас экскурс в инстаграм жителей Восточного Оренбуржья. Антонина Сатарова знает толк в этой социальной сети. Всем привет! В этой рубрике мы рассказываем о самых интересных, красивых или просто любопытных фото и видео, которые наши земляки запостили в социальную сеть Instagram. И начнем с Хэллоуина. Кому-то очень нравится этот забугорный праздник, а кто-то его нещадно ругает. Тем не менее, каждый год 31 октября в социальных сетях появляется множество фото разукрашенных людей в страшных костюмах. Не обязательно придавать этому празднику большое значение. Можно просто воспользоваться поводом для того, чтобы разукрасить лицо и немного подурачиться, как это сделали авторы следующего видео. Получился мини-фильм ужасов. Отличный формат для инстаграма. Известная радиоведущая Орска Хитарянка запустила в массы новый флешмоб под названием «Кошачий пранк». Его суть проста – разыграть кота, записать на видео и кинуть в сеть. Сейчас сами все поймете. Это пранк. Это пранк. Это пранк. Кот, это был пранк. Доверчивые коты все как один наивно полагают, что хозяева приготовили им какую-то вкусняху. И в предвкушении тянутся к пальцам, но получают лишь немного славы в интернете. В следующей части обзора, которую назвали извне, мы рассказываем о самых популярных видеороликах, которые заслужили внимание тысяч пользователей всего мира. Первое видео снято с квадрокоптера в Магаданской области. Мама медведица и ее маленький медвежонок забрались в горы. Малыш изо всех сил пытается карабкаться к маме, но у него все получается не с первой попытки. Видео на РТУП с упорной мешуткой разместила Алина Рогачева. Пользователи очень нервничали, глядя на восхождение медвежонка. «Я за сборную России так не болел, как за этого медвежонка», – написал один из пользователей. Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который поспорил с региональным экс-министром труда и решил питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, снял на видео свой ужин и выложил в Инстаграм. Он приготовил ужин из лука, моркови, картофеля и курицы. При этом депутат сообщил, что за первую неделю эксперимента потерял уже 2 килограмма. У Бондаренко к концу недели закончились овощи и курица, остались одни только крупы. В целом, получилось неплохо, очень даже вполне, но в силу того, что продуктов мало, я думаю, что вот этого всего на дня надо и хватит, наверное. Следить за продолжением эксперимента можно на его странице в Инстаграм. На этом все, друзья. Не забывайте отмечать интересные фото и видео хэштегом Orscrew обзор. Самые любопытные из них обязательно попадут в нашу рубрику на сайт и на ТВ. Удачных вам снимков! Пока!